МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Губерния 33 программа безопасность. Обзор самых заметных происшествий и чрезвычайных ситуаций, которые произошли в регионе за неделю. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. Большой воды этой весной уже не будет. Пик половодия пройден, но все ли в порядке на реках Владимирской области? И что по-прежнему вызывает опасения у МЧС? Почему спасатели готовы выйти в многозакрытые водоемы в выходные? Подробности в нашем репортаже. Несмотря на раннюю весну, большого половодия в этом году не будет. Более того, с учетом погоды, в ближайшее время прогнозируется падение уровня воды на малых реках и стабилизация обстановки на Клязьме. До критических отметок вода не доберется, а значит реки не выйдут из берегов и не подтопят прилегающие территории. И спасибо за это, надо сказать, прежде всего морозам, которые неожиданно обрушились на Центральный федеральный округ в конце марта. Исключением стали реки Судогда и Серая. Там показатели уровня воды достигли критических, сообщили в МЧС. На сегодняшний день подтопление приусадебных участков, подтопление жилого сектора у нас нигде не фиксируется. Причем необходимо отметить, что неплохо поработали органы местного самоправления на всех уровнях. Это то, что касающиеся вопросов очистки ливнепропускных канализаций, ливнестоков, дорожных лотков и так далее. Здесь тоже в этом году мы проблем при таянии снега значительных не видели. В ежедневном наблюдении водных артерий региона задействованы и беспилотники, и авиация. Уже было проведено две воздушные разведки. Серьезные опасения у спасателей по-прежнему вызывают рыбаки, которые до сих пор выходят на лед на закрытых водоемах. Поэтому в ближайшие выходные эти водоемы будут взяты под особый контроль. Эти выходные дни будут в этом плане наиболее сложные. Потому что мы видим последние три дня достаточно высокие положительные температуры. Понимаем, какая обстановка там. Мы это все знаем. Поэтому примем все меры для предупреждения гибели или, возможно, провала людей под лед. Другая особенность этого времени года – пожароопасный период. Во Владимирской области он объявлен с 20 апреля по 9 октября. Обеспокоенность у сотрудников МЧС вызывает уже традиционные палы сухой травы. Но пока на территории региона ни одного случая зафиксировано не было. Кроме этого, в рамках подготовки уже проверены 69 муниципальных образований из 189. В тревожном ведомстве полагают, что в этом году с поджигателями сухой травы и разжигателями костров бороться будет проще благодаря измененному законодательству. Все граждане, все организации, вне зависимости от форм собственности, прилегающие к лесным массивам, должны выполнять ряд определенных мероприятий. Это касается и возведения минерализованных полос, и уборки от мусора, сухой стерни и так далее. И тому подобное. Гражданин, если он непосредственно привлекает к лесному массиву на сегодняшний день, он сам обязан создать минерализованную полосу. Для тех, кто этого не сделал, предусмотрены штрафы. Причем с учетом пожароопасного периода их удвоят. За разведение костров и поджоги сухой травы они варьируются от 500 до 3000 рублей. С 20 апреля по 5 октября эта сумма составит уже от 1000 до 6000 рублей соответственно. Кричали националистические лозунги и пинали проезжающие мимо машины. 8 апреля в центре Владимира на Большой Московской накануне футбольного матча «Торпеда-Волга» было неспокойно. Два десятка агрессивно настроенных молодых людей собрались возле бара «Кристалл». В некоторых СМИ хулиганов окрестили футбольными фанатами из Твери, которые во Владимир приехали как раз накануне воскресного матча. Агрессивное поведение болельщиков, возможно, было связано с тем, что для Тверской Волги футбольный матч был последним в ПФЛ, поскольку клуб оказался без финансирования. И ведущие игроки Твери расторгли контракты с командой. Как сообщает пресс-служба областного ОМВД, на место беспорядков выезжали два наряда патрульно-постовой службы. Однако никого не задержали, поскольку задерживать было некого. Футбольные фанаты успели разбежаться. Беспорядки в областной столице могли произойти и в воскресенье, уже после матча «Торпеда-Волга». Поэтому во время игры были предприняты беспрецедентные меры безопасности. На стадионе дежурили и полиция, и ОМОН. Столкновений между фанатами удалось избежать. Газовая атака или хулиганство. На муниципальном рынке «Аполе» произошло ЧП. Неизвестный мужчина распылил газ на территории ярмарки. Для чего это ему понадобилось и какое продолжение имела газовая история? Подробности в нашем репортаже. 6 апреля около 11 утра на рынке «Аполе» во Владимире произошло ЧП. Продавцы и покупатели неожиданно почувствовали резкий запах газа, удушье и сухость в горле. Резкий запах пошел, начало перчить в горле. Ну и все начали задыхаться и выходить из секции. Удушье, удушье, отдавало все это на сердце. Ну как бы не очень хорошо. До сих пор все ходят, кашляют. За медицинскую помощь кто-нибудь обращался? Пока, ну слава богу, нету. Но факт в том, что как бы опасно это делать, потому что много пожилых людей ходит. Я не знаю, зачем это нужно было делать. Потому что у всех практически проблемы, у пожилых со здоровьем. Ну и не только у пожилых, у молодых тоже. Я обслуживала покупателя, я только почувствовала резкий запах. Какие были ощущения? Очень плохие. Я задыхалась, слезы лились, души в горло. Сразу у меня глаза красные. Очень плохо. Выяснилось, что газ на рынке специально распылил неизвестный молодой человек. По словам очевидцев, злоумышленник методично переходил от секции к секции. Сначала на втором, потом на первом этажах, при этом стараясь оставаться незамеченным. В руке у него продавцы разглядели газовый баллончик. Когда хулиган понял, что его обнаружили, то бросился бежать. Поступил сигнал, что произошло распыление газа. Я пошел на место, не успел задержать, убежал. Скрылся. Молодой парень в капюшоне, в куртке. А сильный запах был? Ну приличный. Не сказать, что уж совсем. Но за помощью никто. Все вышли, все нормально. Соблюдали, все покупатели оказались адекватными людьми. Все поняли. Сразу перекрыли двери. Всех эвакуировали с рынка. Проветрили, включили вентиляцию. Что же это было? Неадекватное поведение или очередной вызов обществу в свете последних событий? Теперь в этом деле разбирается полиция. Силовики изъяли запись с камеры видеонаблюдения о поле. В настоящий момент ведутся поиски неизвестного злоумышленника. Проводится комплексная проверка. У пресс-службы областного УМВД новый руководитель. Им стал старший лейтенант полиции Ирина Гавриченко. Официально она вступила в эту должность 10 апреля 2017 года. До этого назначения Ирина Гавриченко работала в отделе информации городского управления полиции во Владимире. Запах бензина большинство жителей этого многоквартирного дома не беспокоит. Правда, у некоторых из них вызывает опасения соседство с лабораторией, расположенной на первом этаже. Кому помешал нефтетест? Представляет ли исследовательский центр угрозу для людей? И, наконец, кто написал обращение в Роспотребнадзор и местному депутату? В непростом вопросе разбиралась Евгения Палагина. Дом 117 по улице Горького во Владимире стал известен на всю округу после того, как в Коврове обнаружили взрывоопасное здание. Там продавали порох в многоквартирном жилом доме. Интерес к зданию во Владимире появился после того, как жители обратились в Роспотребнадзор и к местному депутату. Люди обеспокоены то, что на первом этаже здания расположена лаборатория «Нефтетест». Пристройки дома два этажа. На первом арендуют помещение компании «Нефтетест». Испытательный центр нефтепродуктов работает с марта 2016 года. Качество бензина и дизельного топлива проверяют раз в две недели. Если есть запросы, говорит директор компании Алексей Смирнов. Объем небольшой. Понимаете, когда приводят, там пробу 0,5 литра, 500 миллилитров. Из них там в полбу наливается 100 миллилитров. То есть понятно, что в таком помещении никаких взрывоопасных смесей не образуется, ничего не образуется. Я просто говорю, здесь в любой магазин на водочной заходите, который находится в жилом доме, в любой автомагазин, где находятся растворители, тоже можно там бить тревогу, говорить, что вот все взорвется, все это умрет. Нет. МЧС дала нам разрешение. Там условия по пожарной безопасности. Нам запрещено хранение нефтепродуктов. Но мы их не храним, потому что это офис, чтобы вы понимали. Здесь располагается и офис общественной организации «Народный контроль». На втором этаже детский клуб «Детвора-клаб». Якобы родители, которые привозят сюда своих детей, первые изобили тревогу. На месте управляющего клуба мы не обнаружили. С Сергеем Калачевым удалось связаться по телефону. Нет, не чувствую. И ни разу нет. Лично я жалобы не писал и не знаю людей, которые писали жалобы. Ту, про которую мы говорили. А что насчет самих жителей дома? Оказалось, что против лаборатории выступают далеко не все. Многие даже не знают расположение у них под боком испытательного центра. Я даже не слышала. Вот за мной построили, я знаю. Ну, правильно, машин-то полно по проспекту. Отработанный бензин, правильно, его слышат все, ветром относят. То вот на этой стороне, то, конечно, что вот на этой стороне же тут не пахнет у них особо-то. У нас-то больше пахнет. То есть запах от трассы идет? Конечно, отработанный бензин. Я на восьмом этаже живу, так что до меня запахи не доходят. Первый раз вообще об этом слышу. Жалобу подписали 21 человек. В управляющей компании ЗАО «Альтернатива» подтвердили фамилии только восьми собственников. Остальные могут снимать квартиру, а некоторые инициалы попросту написаны неразборчиво. Так же теперь не было. Это когда-то КТОС подходил, то есть информация у нее была. Председатель КТОС по нашему микрорайону. То есть она откуда-то узнала, спросила, где, например, можно ходить. Многие даже и не знают, потому что у них там ни выездки, ничего нет у нас в двери. Многие и не знают. А кто приезжает, вот уже просто знает, заходит в магазин, то есть ориентир, даже не знает, где конкретно это находится. Елена Максимова заявление не подписывала, это сделал ее отец. Однако на камеру девушка свою позицию тоже выразила. Конечно бы не хотелось никаких немцев продуктов, тем более у меня ребенок маленький, и собака, я как бы гуляю тоже. Я думаю, что и на животных это как-то повлияет. Нет, нет, конечно. Ну а вы чувствуете запах в инциденте дома? Нет, запах не по-моему, не чувствую. Заявление в Главное управление МЧС поступило 23 марта. Сотрудники уже провели проверку в воспитательном центре. Нарушений в лаборатории не обнаружили. Да, согласно предоставленным расчетам по данному помещению, в данном помещении может находиться легковоспламеняющих жидкостей в объеме 1,2 литра. Для проведения одного исследования исследуется объем в 100 миллилитров. То есть это не противоречит требованию пожарной безопасности и не создаст нужную концентрацию паров ЛВЖ в воздухе. То есть не может привести к взрыву. Обращение отправили в Роспотребнадзор на предмет анализа запаха. Там, готовы провести необходимые работы, только контактного лица, готового впустить сотрудников к себе в квартиру, в заявлении нет. А это одна из причин, по которой в проверке может быть отказано. В одной из них это, если в жалобы не указана фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, контактный телефон, по которому с ним можно связаться. В данной ситуации специалисты готовы выйти в квартиру для замера воздуха. Однако в сложившейся ситуации провести лабораторно-инструментальное исследование не предоставляется возможным. Алексей Смирнов не исключает. Его деятельность может просто мешать конкурентам. Однако стороны жителей тоже понимают. От людей не скрывается и готов показать свою лабораторию. Естественно, на месте родителей я бы тоже обеспокоился. Любой родитель бы это сделал. Почему я говорю, чтобы обезопасить своих детей. Дороги бога, я готов. МЧС проверял. Сейчас тоже самое Роспотребнадзор. Хотите, проверяйте, делайте замеры. Тем более оборудование у меня у самого есть по этим замерам. То есть я регулярно, для того, чтобы не было превышения ПДК, чтобы защитить свое личное здоровье. Естественно, у нас есть газоанализ, который нас предупреждает в случае чего. О проблеме знают и в жилищной инспекции. Но проверить помещение могут только на предмет нецелевого использования. Для этого необходим новый запрос от жителей, либо обращение прокуратуры. Обращение самое короткое. Написать адрес такой-то, квартира такая-то, нарушает наши права. Использовать нецелевым образом раз, это мы посмотрим. И, соответственно, запах, ядовитые там запахи, нефтепродукты и так далее, это посмотрит Роспотребнадзор. Как разрешится конфликт и закроют ли лабораторию после проверок различных ведомств? А главное, инициируют ли жители эти проверки? Мы будем следить за развитием событий. Теперь коротко о других событиях. Завершено расследование громкого уголовного дела. В ближайшее время перед судом предстанет 31-летний педофил. Местного жителя обвиняют в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних, а также в изготовлении и распространении порнографического материала с участием детей. Следствию удалось собрать доказательства вины обвиняемого по 34 преступным эпизодам. Потерпевшими признаны четверо маленьких детей. Иногда насильник снимал все происходящее на камеру, а потом выкладывал в интернет. По квартирам доверчивых владимирцев ходят мошенники под видом электриков. Об этом жители областной столицы предупреждает владимирский филиал компании «Энергосбыт плюс». Прежде чем пустить себе в квартиру такого лжеэлектрика, попросите у него служебное удостоверение. А после проверки счетчика и электрического оборудования вы вправе потребовать предъявить акт итогов работы. Настоящие специалисты при этом не предлагают ни купить новые счетчики, ни услуги по их установке. Будьте бдительны и берегите себя. А на сегодня это все новости. Следующий ЧП-обзор в программе «Безопасность» смотрите через неделю. До встречи на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин